Привет! Это новенький iPad 8. Прямо в этой коробке он скрывается и здесь вот так и написано. iPad 8 поколения на 32 гигабайта. Самая дешевая версия. И так уж вышло, что одним из первых видео на канале стала распаковка iPad 6 поколения более двух лет назад. Ссылочку на него оставлю в описании. Оно скрыто, его нельзя просто так найти. Просто для того, чтобы вы после просмотра этого видео сравнили, как это было раньше. Поэтому сегодня давайте-ка продолжим эту славную традицию. К тому же должно быть реально интересно. Изменения начнутся уже прямо с комплекта поставки. Из этого видео вы узнаете все о характеристиках, сравним с 6 и 7 поколением. А главное поймем, стоит ли обновляться. Ну и конечно же посмотрим на iPadOS 14. И сделаем конечно же игровой тест и тест камеры. Все, хватит слов, погнали. Начнем мы конечно же с комплекта. И тут должно быть очень и очень интересно. Сам iPad, как всегда, встречает нас сверху. Такой удобненький язычок. И смотрим, черненький цвет. Ну впрочем, цвета абсолютно не изменились. Все то же самое, что и в прошлом году. Гораздо важнее, что же скрывается здесь. Здесь ничего особенного. Здесь конкретно вот в этой коробочке яблочки. Не в цвет корпуса. Ну и в принципе вся макулатурка. Об этом мы все прекрасно знаем и давно уже наслышаны. Вот оно, самое главное изменение. Блок питания. Мало того, что он стал 20-ваттным, в отличие от 10-ваттного в прошлом поколении. Так еще и посмотрите сюда. USB-C против обычного USB-A. И это значит, что в комплекте у нас должен быть Lightning с USB-C. И смотрим сюда внимательно. Да, именно так. Lightning и USB-C. Конечно же, в самом iPad'е обычный старый добрый Lightning. USB-C только с одной стороны. Ну, это в принципе логично и очевидно. Но какая же щедрость у Apple? 20-ваттный блок в комплекте. Самый любимый для многих момент и самый нелюбимый, думаю, для вас сейчас на видео. Потому что это будет очень громко. Срывание пленочки! Нет, оказалось не очень громко. Итак, стоит эта штука 30 тысяч рублей. Довольно-таки дорого, потому что прошлогодний стоил 28, если мне не изменяет память. А iPad 2018, который вон там стоит за кадром, стоил вообще 25 тысяч рублей. Всего лишь. Но, конечно же, изменения того стоят. И да, 30 тысяч рублей это самая-самая бюджетная версия. Как же теперь его оторвать от стола? Это довольно сложно. Да, сделали это. Все, убираем пленочки. На этом распаковка, в принципе, то и закончена. Теперь включаем его. Стоит он 30 тысяч рублей. Но, давайте честно, выбора у нас особо-то и нет. Потому что за эти деньги, да, вы можете купить какой-нибудь планшет на Android. Но, давайте честно. Если вы захотите это сделать, то вы больше пожалеете, чем получите удовольствие. По дизайну, это все тот же iPad, что и много-много-много лет назад. Когда там вышел первый iPad году в 2013. То есть, 7 лет этот дизайн не менялся. Единственное, что в прошлом году стал вот этот Space Gray цвет действительно очень темным. Он прямо-таки ближе к темно-темно-серому, если даже не черному. И выглядит он гораздо круче, чем в Space Gray в прошлом поколении. Для примера, вот это iPad 2018. И вот этот Space Gray такой же, как этот Space Gray. Ну, называются они одинаково. Но выглядят. Этот просто серенький, какой-то невзраченький, обыченький. А вот этот, выглядит гораздо-гораздо круче. И, кстати, если вам интересно видео на тему, а стоит ли обновляться, то пишите об этом в комментариях. Обязательно его запилю и все сделаю. Но пока идет процесс настройки, давайте-ка пару слов о характеристиках. Дисплей не изменился. Здесь тот же самый с воздушной прослойкой на 10,2 дюйма с разрешением 2160 на 1620 точек. 264 ppi и яркость 500 кандел на метр квадратный. Набор памяти может быть 32 гигабайта или 128. Я уже третье поколение подряд использую 32 гигабайтную версию. И меня все полностью устраивает. Вообще проблем с этим не испытываю. С учетом облачных сервисов и вообще доступности и способности iPad'а самого выгружать все ненужное, это очень даже неплохой вариант. Тем более 32 гигабайта и 128 по цене отличаются довольно-таки значительно. Динамиков, как и в прошлом поколении, всего два штуки. Да, это стерео вроде как, но какое-то может быть стерео, если они расположены только снизу. Никаких сверху, как у прошек. Но в принципе это и понятно. Максимальное удешевление. И опять же здесь поддержка Apple Pencil первого поколения, который стоит 9000 рублей на секундочку. И конечно же здесь, как и в прошлом поколении, есть коннектор для смарт-кейбор, который стоит 14000 рублей. Клавиатура за 14000. Итого давайте-ка сложим вместе. 30000 iPad, 14000. Клавиатура это уже 44000. 54000 рублей, что очень и очень дорого. Но это уже будет полный итогою. Профессиональный практический комплект. Самое главное отличие iPad 8 от предыдущего поколения, это процессор Apple A12 Bionic, который устанавливался еще в iPhone XS, что в принципе довольно-таки свежая модель. Но плюс к этому поддерживается система Neural Engine. Благодаря движку Neural Engine в чипе реализована улучшенная поддержка нейросетей, машинного обучения и каких-то других разного рода ресурсоемких задач. Это мы сегодня выясним в игровой производительности, посмотрим на что он способен. Но плюс ко всему здесь 3 гигабайта оперативной памяти, хоть это и нигде не написано, но уже доподлинно известно. И давайте-ка узнаем на что способен этот процессор, проведя тест Antutu. Все мы с вами прекрасно знаем, что это именно тот бенчмарк, которому стоит доверять. Ну, на самом деле нет, конечно же. Напомню, что iPad 2018 и iPad 2019, то есть iPad 6 и 7 соответственно, набирали по 210 тысяч баллов. А там были установлены процессоры Apple A10 Fusion. То есть это еще очень-очень старый вариант с iPhone 7. Ну что ж, тест завершен и результат, мягко говоря, внушает уважение. 361 тысяча баллов против 210 у прошлого поколения. Ну, я думаю, этот планшет должен справиться с самыми тяжелыми играми и вообще любыми задачами. Но это мы выясним дальше. А пока. Аккумуляторная батарея на 8820 мАч. Впрочем, то же самое, что и в прошлом поколении, а значит стабильные 10 часов автономной работы вам обеспечены. Я думаю, что все фанаты ждали, что Apple улучшит такие камеры в новом iPad. Но нет, здесь все те же 8 мегапикселей основной камеры и 1 и 2 мегапикселя у фронтальной. И ладно бы основная камера с 8 мегапикселями. Ну, кто в здравом уме будет фотографировать на iPad? И все же, камера нужна не только просто для фото и видеосъемки, а, например, для AR игр и приложений. Дополненная реальность все больше и больше входит в нашу жизнь, но здесь пользоваться ей нормально просто невозможно. Ну и 1,2 мегапикселя для фронтальной камеры это вообще боль. Ну, думаю, вы сейчас все прекрасно видите на экране, как этим можно пользоваться, как можно звонить людям и позориться, буквально позориться. Но, что сейчас прям активно форсят все в интернетах этих ваших, это вот эта штука. Как вы видите, это виджеты. Ну и вообще, iPadOS 14 это не то, что у iPhone, это не революция, а всего лишь эволюция. Слегка изменили интерфейс, добавили виджеты, которые нужно еще настраивать, всем этим пользоваться. Да, иконочки, да, все прочее. Но, картинка в картинке уже была и, в принципе, да все уже было то, что сейчас добавили в iPad. Так что, ну, не то, чтобы это важное изменение для планшета. Игровой тест мы, конечно же, начнем со Stand Off 2, потому что здесь есть счетчик FPS, который мы, естественно, включим. Ну и, да, видео. Здесь все на самом максимальном уровне, безальтернативно, поэтому давайте-ка сразу залетаем в бой. Бой у нас начинается, счетчик FPS в правом верхнем углу, и давайте-ка быстренько на это посмотрим, а потом запустим самую тяжелую игру, которую только успела установиться. Да, быстро я отхожу. Ну ладно, здесь мы проверяем не мой скилл, а все-таки графон и FPS. Что ж, пока 60, 59 точнее, но все равно это абсолютно стабильнейший FPS, и вряд ли они куда-то опустятся ниже. Так-так-так-так-так. Ну, нет, экран большой, я играю из-за камеры, то есть сам экран я не вижу планшета. Так, я видел сейчас выстрел, и вообще все происходит с задержкой. Ладно, еще раз, мы проверяем не скилл, а качество графики и FPS. Здравствуйте, вот это неплохо. Прям вообще шикарно. Три. Хэт-трик. Парень, иди сюда. Нет. Что ж, 60 FPS без альтернативно, поэтому давайте-ка посмотрим, что будет в другой игре. Это Call of Duty Mobile. И давайте-ка посмотрим правде в глаза, какие бы настройки здесь не стояли, а здесь, естественно, очень высоко и практически все включено, кроме отражений на воде, которые не могут быть включены вместе со сглаживанием. Ладно, но давайте-ка скажем честно, здесь по-любому будет 60 FPS без вариантов. Ну, мы это обязательно протестим, но вы в комментариях напишите, какие игры вы бы хотели увидеть в игровом тесте iPad 2020. Ну, потому что нужно чем-то попытаться загрузить этот планшет, хотя мне реально в голову практически ничего не идет такого супертяжелого. Уверен, у вас получится найти проект, который просто положит на лопатки этот A12 Bionic. Ну да, я думаю, вы знаете, что еще с первой версии iPadOS или iPadOS 13 здесь реализовали отличную прям полноценную поддержку геймпадов, и DualShock 4 идеально заходит и подходит для этого планшета как никогда. Возможно, вы будете слышать на камере звук стучащих стиков, так, я там кого-то видел. Ну да ладно, смотрим, кого мы сейчас можем тут убить. Графон, ну, конечно же, далеко не компьютерная версия. Эй, парень, привет, залетаем, никого не видим. Вот он ты, да, да вообще, конечно, гораздо проще и удобнее управлять с геймпада, нежели просто бегать. И еще кто-то, и еще вообще изи. Я надеюсь, что вы поскидываете игры, которые в том числе поддерживают геймпад, но потому что это просто весело, удобно, классно, кайфово. И да, в стенд-оффе не поддерживался геймпад, я попытался, но это не сработало, и все же. Так, парень, привет. И все же пора, наверное, заканчивать с играми, так, еще пару выстрелов, потому что нужно переходить к финалу. Ну и самый главный вопрос, а стоит ли обновляться с прошлых поколений? Да, если вашему iPad больше трех лет, однозначно да. То есть, если у вас какой-нибудь Air, Air 2 или даже iPad 2017, вам обязательно стоит обновиться на эту штуку. За 30 тысяч рублей вы получаете просто сногсшибательный уровень. Но, если у вас iPad 6, как вот этот 2018 года, или даже iPad 7, вам навряд ли стоит обновляться, потому что это принесет вам только лишь большую производительность. Давайте еще раз это оценим. 360 тысяч, здесь 210, и как бы 150 тысяч баллов это довольно-таки много. Но нужно ли оно вам? Тут уж думайте сами. Игры этот тянет гораздо хуже, тут спору вообще никого нет. Ну и, соответственно, iPad 2019 года, iPad 7 тоже в играх, ну, такое себе. Можете посмотреть мой игровой тест и вообще, в принципе, обзор. Все будет в описании, чтобы примерно понять, что к чему. Ну и, конечно же, пишите, стоит ли делать прям полноценный большой обзор вот на этот iPad, или с ним и так все понятно. Мощный, классный, и если все-таки да, если обзор нужен, то что бы вы хотели там увидеть, на что сделать упор. Ну и, конечно же, нужно ли делать сравнение iPad 2020 с iPad 2018 или 2019. И, самое главное, игровой тест. Его обязательно нужно протестить в играх. Тут уже куча всего скачалось, еще куча целая всего скачается, но вы не забывайте писать, что бы вы хотели увидеть в этом игровом тесте. Что ж, на этом все. iPad 8 классный, мы это уже с вами выяснили. Но я с вами на этом не прощаюсь. Впереди вас ждет классный трек и пара интересных видосов. Субтитры сделал DimaTorzok